Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». В сфере жилищно-коммунального хозяйства часто возникают спорные ситуации по качеству выполненных услуг. Каждый выбирает свое, кто-то терпит, кто-то начинает жаловаться в различные инстанции. А когда прокуратура сможет помочь в решении вопросов ЖКХ? Вот сегодня это и другие вопросы я задам моему гостю в студии. Денис Александрович Рец, заместитель прокурора Ленинского района города Самары. Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, давайте поговорим на заявленную тему. Скажите, пожалуйста, какие правонарушения выявляются прокуратурой района в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Ну, что касаемо правонарушений, как правило, мы выявляем нарушения, связанные с недлежащим содержанием на квартирных домах, вопросы, связанные с тарифообразованием, ну и с содержанием благоустройства территории. А также боремся с задолженностью перед ресурсно-собжающими организациями. Ну, то есть спектр вопросов достаточно широк. Да, безусловно, это так. Ну, а сколько нарушений выявлено прокуратурой именно вашего Ленинского района за истекший период 2023 года как раз в сфере жилищно-коммунального хозяйства? В сфере жилищно-коммунального хозяйства за истекший период 2023 года у нас было выявлено порядка 600 нарушений, что является ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в полтора раза. Мы сконцентрировались на сфере ЖКХ, поскольку это злободневная тема дня, и это в первую очередь реальная защита и восстановление прав граждан, жителей губернии. А почему, вы считаете, происходит рост нарушений? Все-таки есть какие-то вот факторы, которые вот непосредственно влияют на это? Ну, влияет эта безответственность лиц, которые занимаются и работают в указанной сфере. Мы стараемся их, так скажем, направить на действительную работу, которая будет выражена не в проведении формальных мероприятий, а по реальному восстановлению кровельного покрытия. Мы заставляем делать перерасчеты перед жителями неправильно начисленные. Все это проверяется, в том числе с привлечением контролеров, а именно государственной жилищной инспекции, которые нам являются большими помощниками в нашей работе. Да, они, как правило, и указывают на необходимость корректировки тех или иных моментов, которые в нашей проверке выявляются. Ну, если, к примеру, гражданам кажется, что нарушаются их права в сфере ЖКХ, скажите, пожалуйста, а стоит ли сразу обращаться в прокуратуру, либо все-таки в контролирующие надзорные органы, я сейчас имею в виду Роспотребнадзор, конечно, жилищная инспекция, о чем вы говорили, или все-таки сразу в прокуратуру и быть спокойным, что, как говорится, заявление не останется без внимания? У нас заявления не остаются без внимания абсолютно любые. Даже если мы принимаем решение о перенаправлении обращения именно контролеру, в последующем можем отправиться с контролем. Самое главное для нас – это угроза жизни и здоровью. Безусловно, там, где есть угроза жизни и здоровья, ну, лучше обращаться сразу в прокуратуру. А, например, сразу можете привести? Ну, ветхое состояние кровельного покрытия, протечка, когда действительно она является, ну, вода течет попросту в квартиру. Вот. Жилищная инспекция, безусловно, они являются специалистами в указанной отрасли, и они наделены правом при проведении, в том числе, профилактических визитов, и установили составление объявлений предостережения по выходу. Но при, так скажем, их бездействии контролируется в любом случае, если не исполняется и не устраняется, это в любом случае надо в прокуратуру. Поскольку первая инстанция – это, безусловно, контролирующие органы, будь то жилищная инспекция, либо Роспотребнадзор. А в последующем уже, если мы слышим и видим бездействие указанных органов, соответственно, к нам. Ну, хорошо. А сколько нужно ждать, чтобы, как говорится, получить ответ и понять уже, что эти органы бездействуют? Ну, вот, к примеру, подали заявление, да, в Роспотребнадзор или в жилищную инспекцию. Сколько должно пройти времени с момента обращения до получения ответа? Какого-либо положительного, либо отрицательного? Ну, безусловно, он, так скажем, и для них, и для нас он един. Этот срок, он установлен 59-м федеральным законом, что является 30 суток. Соответственно, с момента обращения месяц, да. В течение которого должно что-то произойти. Если уже нет, то мы, безусловно, рассмотрим. В том числе и если при отсутствии на то полномочий прокуратуры района мы направляем информацию о принятии мер в отношении контролера, так скажем, не надзирая за ним, в прокуратуру области. Прокуратура области, в свою очередь, не оставляет уже это без внимания, реагирует соответствующим мерам на руководство. Ну, понятно, что как бы сроки официальные, но ведь случаи бывают разные. В одном случае с проблемой ЖКХ можно подождать 30 дней, а в другом случае каждый день, говорится, виз золота, и может произойти несчастный случай. И вот если он произойдет, что тогда делать? Ну, надзорным сопровождением таких случаев, о которых мы оговариваемся, безусловно, наше присутствие, оно, как смотря из последних событий, мы присутствуем на всех таких мероприятиях, когда требуется неотложная, незамедлительная помощь. Мы вмешиваемся и распределяем ответственность на каждого из ответственных лиц. Можете сказать, в каких конкретных случаях жильцам Думы стоит обратиться в прокуратуру района? И, может быть, вот сейчас недавние какие-то обращения есть? Вот в качестве примера, чтобы вы рассказали. Одно из последних обращений, это было связано с подготовкой к отопительному периоду, когда у нас действительно некоторые организации, осуществляющие право на квартирном доме, не понимали о том, что у нас отопительный сезон, соответственно, отопление к установленному сроку подано не было, надлежащего качества, опять же, я хочу отметить это. В связи с чем прокуратура района были приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, это в том числе и направление, как итог проверки искового заявления об обязании совершения действий, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий содержания этого квартирного дома. Безусловно, мы рассмотрели вопрос об ответственности юридического лица, поскольку ситуация, связанная с тем, с отсутствием отопления и с ненадлежащей поставкой является, по-моему, приоритетом ввиду того, что и несовершеннолетние наши граждане, а также престарелые инвалиды, которые находятся большую часть своего времени в стенах своего родного дома, соответственно, теплоснабжение и горячее водоснабжение, оно должно быть обеспечено. Безусловно, нам это и говорят все нормативные документы, которые предписывают нас и организации, которые управляют многоквартирными домами, выполнять. Безусловно, поскольку это наша жизнь, это наше окружение. Здоровье, конечно же, да. Ну вот давайте не будем сейчас далеко отходить от этой темы. Я попрошу вас сейчас рассказать, как подать жалобу, если, допустим, вот, к примеру, отсутствует до сих пор тепло дома, хотя уже отопительный сезон у нас стартовал достаточно давно. Что это должно быть? Должна быть коллективная жалоба. Это должен составить председатель квартирного дома эта жалоба. Либо можно как-то подать ее онлайн, либо прийти лично к вам с этим заявлением. Вот расскажите, пожалуйста, способы подачи заявления прокуратуру. Ну, обращения в прокуратуру района поступают как через, банально у нас идет цифровизация наших правоотношений через государственные услуги, она непосредственно поступает в прокуратуру. Также путем направления на электронный ящик, также лично обратиться в прокуратуру, либо направить, как и прежде, письмом в адрес прокуратуры. У нас абсолютно все обращения регистрируются, без внимания не остаются. Ну, то есть форма может быть обычная. Я такая-то, такая-то, проживающая в таком-то, таком-то доме, у нас нет, к примеру, отопления, подпись, число. Чтобы мы понимали, где это произошло и примерные обстоятельства. То есть, когда, с какого времени у вас отсутствует, описать проблему, чтобы мы логически понимали о том, что ситуация какая и требуется ли наше непосредственно незамедлительное принятие решения о выезде с привлечением контролирующих органов, либо же контролирующий орган может самостоятельно, так скажем, разрешить сложившуюся ситуацию, ввиду того, что у них тоже есть рычаги воздействия, и они, как правило, тоже реагируют. Мы не можем это отрицать. Скажите, пожалуйста, а вот да, бывают такие случаи, когда жалоба к вам подается, ну вот, к примеру, да, если мы сейчас говорим про отопительный сезон, и буквально через там два-три дня тепло в доме появилось. Вы каким-то образом это все контролируете, отслеживаете, узнаете, либо уже начинается проверка, ведь, ну, граждане же написали, они не знали, да, что, к примеру, вот ситуация изменится, а уже, как говорится, ход машины запущен. Ну, ход машины запущены, безусловно, если было допущено нарушение требований федерального законодательства в указанной сфере, мы, безусловно, отреагируем на это. То есть в любом случае будет реакция прокуратуры? Да, но если, так скажем, обошлось в момент направления, то мы можем предостеречь от дальнейшего нарушения именно этого, именно это юридическое лицо, чтобы не впредь не совершало таких правонарушений, до того, что за, опять же, повторюсь, за каждое нарушение нарушения, есть предусмотрена статья либо кодекса административных правонарушений, либо статья уголовного кодекса. Ну, Ленинский район достаточно большой, много вообще, в принципе, поступает обращений, и успеваете ли вы, ваши сотрудники, коллеги, все обрабатывать, реагировать, ну, и, соответственно, принимать действия? Ну, да, это, безусловно, так. Обращений поступает большое количество, и проводим проверки, в том числе, вот, последние наши проверки по расчетам. Жителям в платежке мы вернули где-то по тысяче рублей, и если мы говорим про многоквартирный дом, это порядка 150 квартир. Это по нашим мерам, прокурорской регионы, денежные средства были возвращены гражданам, как-то необоснованно начислены. Какие еще меры прокурорского реагирования принимаются как раз в целях устранения выявленных нарушений, если мы сегодня говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве? Ну, различные меры, в том числе весь спектр, говорить, начинает предостережение, чтобы не допустить те либо иные правонарушения, также дела об инвестеративных правонарушениях, рабочие статьи, это наше нарушение требований инвестиционных зонодательств, это 14.3 по частям, в зависимости от степени тяжести. ТСЖ у нас, как правило, за несоблюдение того же 354-го постановления правительства могут привлекаться и по 7.22, 7.23.3, ну и иные, так скажем, статьи, которые действительно работают. Также у нас активно работает статья по постановлению правительства Самарской области о нарушении требований при благоустройстве дровых территорий, ввиду того, что совсем не за горами проблема очистки при домовой территории, у нас, так скажем, она будет злободневной темой дня. Ну, соответственно, как региональное законодательство позволяет нам бороться активно с неисполнением организаций, которые обслуживают многоквартирные дома так, и, безусловно, эти же нарушения можно рассмотреть через призму нарушений требований резервного законодательства и ответственности, которые уже предусмотрены по 14.1.3, там как порядка 300 тысяч, это согласно санкции статьи. Ну, безусловно, также ответственность может быть и уголовная, это сосульки падения с крыш, соответственно, должностное лицо ответственное в любом случае есть, границы балансовой принадлежности, так скажем, и зона ответственности у нас... Никто не отменял? Не отменял, безусловно, это так. Ну, 238 статья уголовного кодекса, конечно, она тоже будет здесь являться рабочей. В том числе и в последующем сейчас мы активно это влияем в возмещение вреда, причиненного бездействием должностных лиц. Сейчас это активная позиция, так скажем, прокуратуры области и, соответственно, наша также позиция. Ну, а вы так от осеннего периода плавно перешли к зимнему, я все-таки немножечко хочу вернуться еще и к осеннему, отопительному периоду. Я хочу спросить вас, а какие есть требования, как раз качество предоставления коммунальной услуги по подаче отопления? Ну, по подаче отопления у нас, если уходить в техническую документацию и обращать внимание на изданное постановление правительства морской области решение об отопительном сезоне, то, безусловно, это, когда у нас температура еще не отрицательная и ниже 8 градусов, то, безусловно, это постановление должно быть, что, безусловно, и было сделано. Соответственно, к этому периоду, именно там, к 25 сентября у нас поначалу начинают топиться, как правило, учреждения социального назначения, это детские сады, школы, больницы. В последующем на квартирные дома у нас были пущены, но, опять же, установить градус тепла, это мы можем с привлечением специалистов, которые, безусловно, нам всегда помогут. Ну, а все-таки на контроле какой фонд жилищный? Пожилой, скажем так, или все-таки дома не такие старые? Если мы говорим про Ленинский район, Ленинский район является наиболее благополучным, ввиду того, что старый жилищный фонд, он, безусловно, присутствует, но, как правило, это многоквартирные дома, построенные от 80-х годов, 2001 года постройки, как правило, ну и дома с современными, так скажем, построены по современным требованиям, которые, безусловно, отвечают всем требованиям, которые мы... Современными котельными. Совершенно правильно, да. Которые они индивидуально топят свои дома. Ну, мы, как правило, если ситуация требует нашего вмешательства, мы без внимания этого не оставляем. И, безусловно, там, где происходит эта ситуация, качество оказанных услуг, в последующем даже можем и рассмотреть вопрос о проведении перерасчета за то, что какой-то период времени ресурс поставлялся на надлежащего качества, соответственно, мы просто обязаны возвратить гражданам средства, которые были потрачены на, так скажем, ненадлежащее оказание услуг. Ну вот, кстати, механизм уже налажен, уже проще прокуратуре разбираться вот таких вот, согласитесь, очень тонких нюансах перерасчета, если мы сейчас даже об этом говорим. Что нужно предоставить гражданам, если, как им кажется, были неправильно выставлены расчеты, какую информацию должны они предоставить вам, чтобы, соответственно, вы начали проверку, ну и начался процесс возврата потраченных средств. Ну, самое важное... Нерациональных, конечно. Я понимаю, самым важным документом здесь является именно платеж, который будет выставляться за тот или иной ресурс. Как правило, если это продолжительное время, соответственно, всем приходит либо на почтовые ящики, либо на адрес электронной почты, а также в личный кабинет. Сейчас довольно-таки распространено это, что в личном кабинете у нас есть понимание, когда нам пришла платежка за тот или иной ресурс поставленный, соответственно, эти документы должны быть представлены и, так скажем, указать тот период, когда было отсутствие либо ненадлежащей подачи тепла. Соответственно, фиксируется это все актом. Акт составляется представителями организации, которые обслуживают квартирные дома. Опять же повторюсь. Управляющие компании либо ТСЖ, ТСЖ. Управляющие ТСЖ, 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 да. Они, безусловно, составляют акта о том, что фактически актируют ситуацию, которая так или иначе произошла в каком-либо квартирном доме. Соответственно, нам требуется акт и платежные документы для того, чтобы мы проанализировали и приняли вопрос о выполнении перерасчета. А всегда ли управляющая компания, либо ТСЖ, либо другая форма управления идет навстречу, чтобы составить этот акт? Если нет, то что? Если нет, у нас есть жилищная инспекция, и нужно сообщить об этом в любом случае, что у вас акт составляется. Нарушаются прямые права собственников, конечно. Если так, то действительно мы готовы принять на личном приеме, в том числе и график приема у нас утверждена прокурором района. Прокурор района у нас принимает по понедельникам, я принимаю по вторникам. Другой заместитель принимает по четвергам практически три недели. Три дня в неделю. Три дня в неделю, я говорился, конечно. Приемы осуществляет руководство прокуратуры области. Безусловно, мы ставим такие обращения на контроль и стараемся их нивелировать в кратчайшие сроки, опять же. Ну, то есть, я поняла, что контролирует прокуратура фактическое устранение выявленных нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А все-таки бывали такие случаи, когда не исполняли прокурорские указания? Ну, за неисполнение требований прокурора, безусловно, предусматривает ответственность. Это по статье 17.7 Кодекса об иностранных правонарушениях. А также, ну, наиболее действенным нашим механизмом это исковое заявление в суд об обязании совершения тех или иных действий. Безусловно, мы идем сначала для того, чтобы восстановить и устранить нарушения, осуществить контроль за этим. То есть, ваша задача все-таки, да, помочь гражданам. Сначала восстановить, а потом уже мы решим об ответственности, и в том числе административной, но самое в первую очередь, ну, это защита прав наших рядовых граждан. А можете ли привести яркий пример прокурорской проверки вот как раз по отсутствию отопления в многоквартирном доме, да, несмотря на то, что отопительный сезон, как вы совершенно верно сказали, начался 25 сентября? Ну, если говорить о совсем не отсутствии теплоснабжения, ну, такого не может быть. Перебои могут возникать совершенно по различным моментам. В том числе и бывает, что порыв... Ну, авария случилась, от этого никто не страхов. Да, мы, безусловно, разбираемся во всех проблемах, которые возникают. И вот наиболее ярко, да, действительно, начался отопительный период. В границах балансовой принадлежности у нас случился порыв. Соответственно, немножко начали затягивать сроки. Теплоснабжение, то есть оно было подано ненадлежащего качества. Соответственно, мы отреагировали на этот момент. Теплоснабжение было восстановлено в течение полутора-двух суток. То есть надлежащая температура была доведена до норматива именно уже по течение двух суток с момента нашего, так скажем, решательства принятия мер прокурорской реагирования. Опять же, я повторю, что весь комплекс на такие мероприятия у нас применяется. То есть есть положительная практика, разумеется. Безусловно, это так. Да. Хорошо. Давайте поговорим о работе управляющих компаний. Скажите, пожалуйста, недобросовестные управляющие компании как-то контролируются прокуратурой? Может быть, также бывают проверки? И, кстати говоря, я вот в средствах массовой информации слышала, что бывают даже случаи подделки протокола общего собрания собственников в помещении, в многоквартирном доме. Есть ли такие обращения в прокуратуру вашего района? Да. Есть такие обращения. В настоящее время у нас по одному из обращений организована проверка. Истребованы все необходимые документы, опрошенные граждане, которые говорили, что они в протоколе общего собрания подписывания не ставили. Также имеются вопиющие факты о том, что когда умершие люди якобы подписывали, мы это все задокументировали. И в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела на лиц, которые допустили. Такую недобросовестную управляющую компанию. Ну а последствия какие могут быть для таких нерадивых управляющих компаний? Уголовная ответственность, ну и лишение лицензии наверняка. Лишение лицензии, это принимать будет решение государственной жилищной инспекции, но, так скажем, при возбуждении, я думаю, там они перепроверят, не готовы ответить на этот вопрос, если честно. Хорошо. Ну а к примеру, вот если есть, ну как возбуждено уже дело, да, управляющие компании, как гражданам ознакомиться с материалами дела и, соответственно, с результатами проверки? Ну, ознакомиться с материалами проверки в праве любой гражданин, подавший обращение в прокуратуру района по письменному заявлению, поскольку он является стороной. И, так скажем, все материалы проверки, они, как правило, хранятся в прокуратуре района. Мы их изучаем, часть остается у нас, и потом в последующем необходимые документы для возбуждения уголовного дела, они будут направлены в правоохранительные органы. Ну, то есть лично нужно прийти и, если хочешь, ознакомиться с делом на месте. Я имею в виду, вы не отвечаете на обращение, вот, допустим, было заявление, граждане как-то звонить, приходить, или все-таки личное уведомление должно прийти, вот так же и на госуслугах в личный кабинет, или там, если письменное обращение. Сейчас это имею в виду. Я понимаю, обращение поступившей в прокуратуру, мы извещаем о том, что ваше обращение, как правило, рассмотрено. Мы приглашаем вас ознакомиться с материалами проверки по вашему обращению. Обращение указано, рассматриваясь в течение 10 дней, о результатах вашего ознакомления, либо иного должностного лица, которое обратилось, либо не должностного лица, образцового гражданина. Обратился в прокуратуру, он ознакомится, и составляется справка. Это прямо предусмотрена инструкция по делу производства в органах прокуратуры. Ну что ж, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, ненадлежащее исполнение услуг жилищно-коммунального хозяйства и ненадлежащее предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства, что нужно по этой теме обязательно знать и запомнить нашим гражданам, прежде чем обращаться в прокуратуру, пожалуйста? О том, чтобы принимали меры сами управляющие компании. Когда их не слышат, обращались в жилищную инспекцию, администрацию района. Я хотел бы отметить, что активно у нас работает администрация районов, в том числе и Ленинского района. Безусловно, это люди, которые, как правило, летят на помощь вперед нас. Мы оказываемся вместе с ними на, так скажем, животрепещущих моментах нашего района. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме», а на мои вопросы отвечал Денис Александрович Рец, заместитель прокурора Ленинского района города Самары. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин